Сколько полезных веществ содержится в яблоках и что можно из них приготовить, ну мы, по крайней мере, более-менее узнаем. Кстати, яблоки, если можно так выразиться, сегодня фрукт дня, потому что сегодня большой светлый праздник, яблочный спас, который выпадает на строгий Успенский пост. Русская православная церковь. Церковь сегодня отмечает большой праздник преображения Господня. И с нами на связь сегодня вышел клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска и готов рассказать об этом празднике более подробно. Мы приветствуем с нами на прямой связи Дмитрия Кирякова, клирика Свято-Симеоновского кафедрального собора. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всех вас приветствую. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, почему этот праздник называется преображение Господня? Ну, это связано с событием, которое произошло, изложено в Евангелии, где произошло такое событие, когда Господь с избранными учениками Петром, Иоанном и Яковом поднялся на высокую пору. В то время был праздник Кущ в Израиле, да, все ходили, прятались там в свои палатки, а он поднялся наверх и преобразился перед ними. То есть мы знаем, что Христос это истинный Бог и истинный человек. И если раньше божественная природа в нем... У нас, к сожалению, неполадки со связями. Как бы ты стрелял кого-то, просто восхищал из мертвых, говорил какие-то вещи, да. То теперь, в момент преображения, она явно была явлена, то есть появилась его красота, его сила, его свет, его яркость. И даже сами ученики его, которые были рядом с ними, они были преображены, они стали отчасти прозреливы, увидели пророка Божьего Илья и, значит, Моисея, вот, и им настолько стало хорошо, что они захотели оставаться всегда рядом с ним, прямо здесь, потому что уже добились такого счастья. И часто задают действительно вопрос, почему именно в этот день происходит освещение яблок и каких-то других плодов нашего сада, нашего продукта землетелия нашего. Так что вы отвечаете на этот вопрос, почему именно в этот день? К сожалению, связь иногда выручается. ...плоть, она способна стать великой святыней, вот, и в этом на самом деле цель христианской жизни, так как как у сада есть как бы цель, главное это плодоношение, хотя и эстетическая красота деревьев нам нравится, вот, и может быть там она, как-то от ветра и от солнца, потому что задача сада принести плод и задача жизни христианина, это приблизиться максимально к той святости, которая заложена в нас изначально. Хорошо. Дмитрий, вы нас слышите? Сами Бога. Скажите, пожалуйста, какие службы проводятся в церкви сегодня, сколько они длятся и когда начинаются? Службы начинаются, как с утра, обычно служатся в божественной литургии, люди могут прийти в храмы, исповедоваться в своих грехах и кричить святых христовых тайн, а после божественной литургии служится водосвятный молебен и освящаются те плоды, которые люди принесли для освящения в храм. Большое спасибо. С нами на прямой связи был клирик Свято-Симеоновского кафедрального собора нашего города Дмитрий Киряков. Мы еще раз поздравляем всех православных верующих с сегодняшним праздником, с Днем Преображения Господня. Сейчас воцерковленных людей стало гораздо больше. Да, но все-таки сколько людей, столько и мнений. Кто-то идет в церковь, а кто-то следит за звездами. Астропрогноз на телеканале ОТВ.